Кировские гвардейцы вернулись из Нижегородской области с наградами. Во второй смене окружного оборонно-спортивного лагеря наша команда вошла в тройку победителей. С участниками лагеря, курсантами патриотического клуба «Сталкер» из Зуевского района встретилась Валентина Палкина. Каждый день в гвардейце был насыщен до предела. Подъем в 7 утра, зарядка. После завтрака занятия по огневой подготовке, по уставу вооруженных сил, караульная служба, химзащита, рукопашный бой. Больше всего кировчан впечатлили стрельба из боевого оружия и игра разведка. Было очень тяжело, потому что мы пробежали километров 6, может, по лесу и бегали от одного задания к другому, выполняя их. И, собственно говоря, это была основа всего лагеря. Все, что мы учились, чему мы научились, что мы умели, мы все показали в этой игре. За два часа ребятам нужно было обнаружить все точки и к некоторым приблизиться незаметно. А лучшим доверили выступить в показательных выступлениях на закрытии второй смены. Тактический элемент действия разведывательной группы в дозоре с блеском продемонстрировали гвардейцы, среди которых были и кировчане. Нам каждый день приходилось помогать друг другу, поддерживать в различных состязаниях. Приходилось вместе преодолевать различные трудности, и поэтому отношения были крепкие и серьезные. Самой сложной, по мнению руководителя кировской команды, была строевая подготовка. Некоторым ребятам вообще не приходилось маршировать. Несмотря на насыщенную программу, время для тренировок все-таки выбирали. И в итоге в строевом смотре среди девяти команд кировчане стали вторыми. Ребята в очередь увидели, как солдаты служат, жили в воинской части, смотрели, как солдаты. Одними шествовали офицеры, то есть у нас был, например, капитан Сергея звали. Он очень помогал нам во всем, обучал, тренировал нас, ребят особенно натаскивал. Курсанты военно-спортивного патриотического клуба «Сталкер» уже сегодня готовы к армейской службе, а некоторые твердо решили стать военными. У меня был первый прыжок, совершил его зимой, волновался, было страшно, как бы. Но приборол себя и сделай. Когда поехал в первый военный лагерь, все это мне понравилось. И считаю, что настоящая мужская работа – это стать, быть военным. И когда решил стать им. 20 гвардейцев из Зуевского, Пижанского, Куменского, Амутнинского и Яранского районов завоевали призовые места почти во всех состязаниях – и в личном, и в командном зачете. Кировчан с победой лично поздравил полпредпрезидента России в ПФО Михаил Бабич. Когда выручали первое место в общем зачете, тоже чувство гордости присутствовало. Все-таки из 9 команд лучшие постояли за честь Кировской области. Когда сам лично Бабич поздравлял нас, тоже было некое такое неописуемое чувство. Добавим, что всего в 2015 году подготовку в двух сменах оборонно-спортивного лагеря в Нижегородской и Пензенской областях прошли более 700 старшеклассников. Валентина Палкина, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.